Законопроект об общественном контроле разработан в исполнении федерального законодательства и уже принят в первом чтении депутатами. Свои предложения высказали представители общественной палаты, общественных организаций региона и муниципальных образований. В связи с тем, что в Рязанской области набирает силу новый институт общественных инспекторов, который особенно успешно действует в сфере ЖПХ, я имею ввиду общественных жилищных инспекторов, которых курирует руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖПХ, авторитетный член общественной палаты Рязанской области Ольга Алексеевна Харкина. И мы знаем, что наш опыт является одним из первых в России, поддерживается другими субъектами Российской Федерации. То следовало бы более четко определить понятие не только общественной инспекции, но и понятие, это дается понятие в статье 10 общественной инспекции и группы общественного контроля, но и понятие и статус общественного инспектора. Тем более, что общественные инспекторы могут появляться у нас и уже появляются и в других сферах жизни региона. Закон и проект содержат 16 статей и определяют круг субъектов и объектов общественного контроля Рязанской области. Осуществлять контроль будут Общественная палата Рязанской области, Общественные советы при Рязанской областной думе и исполнительных органах государственной власти, Общественная наблюдательная комиссия Рязанской области, Общественные палаты муниципальных образований. А контролировать эти организации будут деятельность органов государственной власти Рязанской области и местного самоуправления. В законе прописаны основные виды деятельности от общественного контроля, это общественный мониторинг и общественная экспертиза. Но и правильно подчеркнуто в законе, что должны участвовать в общественной экспертизе, особенно специалисты. Не любой желающий, а специалист в этом вопросе. В противном случае с этой экспертизой ничего хорошего не получится. В документе четко прописан порядок проведения общественного контроля в форме общественной экспертизы, общественных обсуждений и общественных или публичных слушаний. Установлены порядок создания общественных советов при органах государственной власти Рязанской области, общественных инспекций и групп общественного контроля. Прописан порядок учета, предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговых документах, подготовленных по результатам проведения общественного контроля. Мы абсолютно правильно приняли решение о приведении круглых столов. Это одна из форм народного контроля за прохождением законопроекта. Мы были сегодня свидетелями. Что хотелось отметить? Общественный контроль, с одной стороны, это самая простая форма контроля, основанная на самоорганизации наших с вами людей, в том числе и нас, каждого живущего на территории Рязанской области. И задача-то одна, чтобы эффективность, в том числе работы наших органов исполнительной власти, законодательной, была сконцентрирована на одной только цели, что именно общественный интерес должен доминировать в любых решениях, в любых пониманиях, в взаимоотношениях, для того, чтобы права и свободы человека, гражданина, в том числе общественной организации, не только соблюдались, не нарушались, но и создавались посылки для их самореализации. Проведение круглого стола, в ходе которого шло оживленное обсуждение законопроекта, само по себе стало примером общественного контроля. Внесенные предложения будут рассмотрены на заседании профильного комитета при подготовке документа ко второму чтению. Продолжение следует...